Вокруг горел огонь, горело всё, и паперти, и реки, А небо, безучастная ладонь, всему живому прикрывало веки. Кричал восход, и плавился закат, молились горы, плакали пустыни, Толпились люди у закрытых врат, ведь были Богом прокляты отныне. За то, что преуспели красть и лгать, и что земли, растерзанное тело, Не уставали столько лет клевать, постыдно, хладнокровно озверело. Как много накопилось в мире зла, отступничества душ и словословья. Теперь за это всё мы платим кровью, мы, узники фригийского узла. О, сколько возлюбивших сатану, не сыновей, а пасынков Минервы. Пойдите прочь, стяжатели и стервы, о мой Господь, воздай по одному. А вот давняя-давняя-давняя, но очень любимая мной. И по остоженке негромкой, и по садовому кольцу гуляет осень амазонкой, Сдувая листья, как пыльцу, раздав рябинам бусы яркие, Сентябрь балует и грешит, а свет над крышами и арками лучом, как золотом, прошит. И в этом свете позолоченном стою у бездны на краю, На самом краешке стою, как будто в доме заколоченном, Где на стене ружьё и лук. Здесь жил, наверное, охотник, А ныне кресло-подлокотник украсил сеткой паук. И сквозь незрячее окно осенней неги не пробиться, И я почти что вижу дно и тщетно пробую молиться. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну и крайнее. Извините, пожалуйста. Ну я хочу вам прочитать перевод. Ліна Костенко. АПЛОДИСМЕНТЫ И мой перевод. Пить голос твой, твои слова, Пить этот ручеёк влюблённый, Веселье, грусти потаённой, Чарующего колдовства, Застыть и слушать, не дышать, Внезапно мысли все прервать И паузы той обречённой красивой шуткою спасать, Слова натягивать, как лук, Чтоб сбить и на лету, и к сроку Нерасшифрованность всех мук И этой немоты-мароку Быть всесвободной и прямой, Перемолчать твоё молчанье Так беззащитно, так одной, Ждать голос твой, его сиянье.